Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» информационная программа «День города» в студии Анны Герцовская. И сейчас коротко о событиях нашего региона. Снег, заносы и аварии. Глава региона обеспокоен тем, что в ближайшие дни в Рязанской области ожидаются похолодания. Очередной исторически значимый объект города был снесен. О том, чем жертвуют Рязани ради новых свободных метров земли. Водоплавающие подружились с жителями города. Утки выходят к рязанцам, чтобы подкрепиться в холода. И работа рязанца вошла в десятку лучших российских фотографий, которые теперь будут представлены на международном конкурсе в Индии. Рязанские автомобилисты продолжают бороться с капризами природы. Начиная с выходных осадки приносят неудобства на дороге города. В связи со снегопадом и неподготовленностью водителей к метеоусловиям, в регионе за прошедшие сутки произошло 3 ДТП со смертельным исходом. Погибли 3 человека. Один получил травмы. На прошедших выходных ситуация также обстояла не лучшим образом. Произошло 28 аварий, в которых погибло 10 человек. Около 50 получили травмы различной степени тяжести за все 4 дня, включая понедельник. В регионе произошло около 200 ДТП, в том числе с причинением материального ущерба автовладельцам. В связи со сложившейся ситуацией Олег Ковалев, губернатор Рязанской области, дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Андрею Савичеву и главе администрации Рязани Олегу Булекову перевести на зимний режим работы все дорожные и коммунальные службы. Все службы, насколько они готовы, насколько отработаны у них графики и маршруты, насколько там обеспечена сменность людей, которые работают, с тем, чтобы обеспечить как на региональных, так и на федеральных, так и в муниципальных образованиях обеспечить своевременную зачистку дорог, своевременную посыпку дорог, всем, чтобы создать нормальные дорожные условия. Недавно общественность города была взволнована тем, что в Рязани снесли очередной дом, который представлял историческую ценность. Исчезло здание, в котором когда-то жил известный психиатр Борис Ганушкин, лечащий врач Сергея Есенина. Как считают многие рязанцы, этот дом вполне подошел бы под музей истории рязанской медицины, тем более, что в этой сфере региону есть чем гордиться. В силу множества причин, до 80-х годов прошлого века исторический центр Рязани сохранял свою дореволюционную форму. Другими словами, являл собой музей под открытым небом и был необычайно привлекателен для туристов. Как все мы помним, в последние годы чиновники много твердят о том, что Рязань должна стать туристической жемчужиной. Только чем, собственно, завлекать туристов, учитывая, что с невероятной скоростью исчезают с улиц города исторические памятники архитектуры, а вместе с ними дух и атмосфера, которые делали Рязань особенной. Каждый снос дома или перестройка, постройка на его месте нового, новодела очередного, который дисгармонирует со старым городом, это вещи, в принципе, недопустимы в любом старом городе мира. У нас такой старый город есть. Это город 18 века, екатеринских времен. Он сам по себе ценен, цена его застройка. А если еще и дома связаны с именами великих, то это сразу на порядок выше поднимает его статус, этого дома. Исторический центр города стали потихоньку уничтожать еще в конце 80-х годов. А в наши дни этот процесс развернулся с особым размахом. Впрочем, куда легче объявить старинные дома ветхим фондом и тем самым избавиться от них вместо того, чтобы рационально использовать имеющееся богатство. Мы сейчас находимся на улице Орефьевской, нынешнем Цветном бульваре. Один из лучших домов Троицкой Слободы, а это Троицкая Слобода, центр географический. Это дом технико-строитель Банковского, который вполне по праву может занять место в музее деревянного зодчества нашего города. Уникальный дом по резьбе, по оформлению, по своей гармонической такой вот основе, стоящей из двух частей равновеликих. Красавец. История подавляющего большинства рязанских домов до сих пор не написана, а об их историческом значении не знает большинство жителей. Например, на улице Горького напротив школы номер один раньше стоял дом, где в 47-49 годах жила дочь Марины Цветаевой, Ариадны Эфрон. Там ее и арестовали. Выяснилось это уже после того, как дом снесли, а теперь даже фотографии не осталось. Расположенный неподалеку дом на углу улиц Горького и Свободы подвергся тотальной перестройке, а ведь именно в нем жил в 1918-2020 годах всемирно известный художник Филипп Малявин. Дом номер 71, явно солировавший среди дореволюционной застройки всего квартала, очерченного улицами Горького, Свободы и Фрунзе, принадлежал Семену Анжену, сыну известного рязанского заводчика. В июне 2009 года дом снесли. Обсуждение каждого дома, судьбы каждого дома в Старом Городе, а их всего-то там может быть несколько десятков, это задача всей огромной полумиллионной Рязани, всей общественности, архитекторов. Недавно снесенный дом психиатра Бориса Михайловича Ганушкина, который вполне мог бы стать музеем истории рязанской медицины. Теперь Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области приняла решение об отсутствии у дома Овсянникова историко-культурной ценности. Дом личного почетного гражданина Алексея Михайловича Овсянникова – яркий образец доходного дома в русском стиле, направление в архитектуре, которое в поисках национальной самобытности ориентировано на древнерусское зодчество. Под угрозой находится и дом по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский. Напомним, в 2017 году будет отмечаться 160-летие нашего земляка. Рязанский фотограф, спортивный турист Сергей Голубков стал номинантом международного конкурса. Его фотография, сделанная во время путешествия на Алтай, вошла в число лучших снимков России. На фото изображена небольшая часовня, расположенная в горах. Зато теперь перед молодым фотографом могут открыться большие перспективы. Сила стихии и величественное умиротворение природы. В Алтае, на недоступном уголке цивилизации, рязанский фотограф Сергей Голубков запечатлел часовню погибшим альпинистам. Фото было сделано у подножия горы Белуха в июле 2015 года и получило международное признание. Фотография вошла в топ-10 лучших снимков от России в международном конкурсе «Фотобрикс-2016», который представит нашу страну на итоговой выставке в Гоа. Также в числе стран-участниц – Китай, Бразилия, ЮАР и Индия. В фотографиях авторов отражается величие и образ мысли целой нации, сформировавшие ее особенности и традиции. Фото Сергея – одно из тех, которые смогут тронуть иностранного зрителя и раскрыть глубину русской души. Удовлетворение. Мне как бы на международных конкурсах я не выставлялся еще. И для меня была какая-то, может быть, чуть-чуть такая планка повысилась, что действительно, может быть, фотографии какие-то мои, может быть, чуть-чуть интересные кому-то будет. Молодой рязанец увлекается фотографией всего 4 года, но уже имеет огромную коллекцию пейзажей из многочисленных пеших походов. Кавказ, Хибины, Урал, Саяны, Закавказье, Алтай, Карпаты. В объективе Сергея – отражение горной России. Любовь к первозданной природе у него с детства. Вместе с родителями Сергей часто гулял по лесам Рязанской области. Сегодня же он инструктор по детско-юношескому туризму и постоянный участник походов разной категории сложности. Хотел давно на Байкал поехать. И мы в феврале идем коньковый поход на Байкал. Уже билеты купили на самолет. Осталось подготовить основное – купить коньки специальные для походов. И, наконец-то, я попаду на Байкал. Новый поход, новые впечатления и новые снимки, передающие неповторимую атмосферу девственной природы. Надеемся, что рязанский фотограф-путешественник еще не раз напомнит зрителям, что за пределами городских джунглей лежит непознанный мир дикой природы. Остается пожелать Сергею удачи на конкурсе, итоги которого подведут до конца года. Сотрудники ГИБДД не перестают вести активную профилактическую борьбу с правонарушениями на дорогах города. Часто стражи порядка проводят различные акции, которые касаются не только автомобилистов, но и пешеходов. Однако в этот раз для установления порядка на дорогах сотрудники ГИБДД усилили патрулирование. Сотрудники Рязанской госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с массовой остановкой транспорта. Участие в рейде принимали несколько групп инспекторов ГИБДД, в том числе представительницы прекрасной половины человечества. Девушки, несущие порой нелегкую службу, не побоялись холодной погоды и, несомненно, украсили собой улицы города и порадовали автомобилистов. В ходе мероприятия было выявлено более 20 нарушений правил дорожного движения. 12 из них – нарушения, связанные с незаконной тонировкой. Также выявлены водители, ездящие без прав и не имеющие ОСАГО. Несколько человек имели неоплаченные штрафы. На них составляли административные протоколы. В Рязани горожане помогают выжить уткам, которые снова остались на зимовку. Сотни птиц вместо полета в теплые края облюбовали пруд на улице Новоселов. Им не страшны морозы, уже который год их подкармливают неравнодушные рязанцы. Специалисты называют это аномалией. Впрочем, пернатые чувствуют себя комфортно. Птицы общительны, доверчивы и даже умеют выпрашивать угощения. На долю литературной серой шейки, оставшейся зимовать на реке, выпало немало бедствий. Тогда как рязанские коричневые и зеленые шейки не видят ничего плохого в том, чтобы остаться зимовать на водоемах города. Причем на зимние квартиры кряк выустраиваются уже не первый год. Берут. Кому же кормить? Надо кормить их. Холодно. Очень много. Сами не кормите? А как же, каждое утро они ко мне к палаточке приходят сюда к двери прям. Целые стаи диких уток на Песочинском пруду при наступлении холодов по меньшей мере необычное явление. Однако жители района этому уже давно не удивляются. Те, кто живут неподалеку, говорят, что утиную компанию видят круглый год. И часто приходят сюда подкармливать птиц. Самое главное развлечение для детей. Сейчас, пока горки все в снегу, пока они мокрые, можно прийти покормить. Этот пруд стал настоящим домом для рязанских уток. И, похоже, улетать отсюда они не собираются. Возможно, после долгого проживания здесь они позабыли, что еще есть теплые края. Долгий перелет в теплые края для уток сложный и опасный. Поэтому, по словам специалистов, птицы на зимовку остаются в городе. Они видят здесь возможность прокормиться. Выходят, сами люди в свое время спутали пернатым планы. А значит, ответственность за утиное благополучие лежит и на рязанцах. А как же, они выживают. Обязательно надо кормить. Кормить уток зимой нужно? Обязательно. А как же? Это наши друзья. Надо покормить, полюбоваться. Конечно, нужно. Холодно. Вот я с детьми прихожу, тоже кормим. Покупаем палатки. Говорим, для птичек и для себя. Это такая прелесть. С детьми накормят. Даже вот мы взрослые покормим, что настроение совсем другое. Это терапия, потому что животные всегда успокаивают нас. И это естественно. Непременными соседями уток являются голуби. Городские ленивцы оккупируют места кормежки и также присоединяются к пиршеству. Идя на молочную кухню, всегда заходим, кормим голубей. У нас, как вы сами видели, уже голубь такой прикормленный один. Он каждый день к нам прилетает, садится. И половина буханки его. Но если голуби могут без особого ущерба для здоровья поедать любой корм, то для уток хлебный мякиш, который чаще всего приносят горожане, приемлем лишь в ограниченных количествах, утверждают биологи. Для того, чтобы помочь птицам пережить холодную зиму, лучше использовать зерно и крупы. Совсем от хлеба можно не отказываться, но он должен быть зерновым. Немного знания и внимания, и тогда уткам действительно можно спасти жизнь. Сейчас для людей наступил очередной сезонный пик заботы о своей внешности. Из-за холодной погоды резко меняется состояние кожи лица, рук, всего тела. Не только косметика по уходу претерпевает изменения. Мода тоже диктует свои правила. Если взять женщин, то в этом сезоне популярна красная губная помада. Неважно, матовая или глянцевая. Благо, хороший выбор могут предоставить популярные бренды. Шведская компания Reflame действует в мире на протяжении 50 лет. Заводы и офисы известного бренда расположены более чем в 60 странах. Везде царит такая атмосфера, как у рязанских партнеров компании. На встрече без галстуков в корпоративном вечере легче понять, с каким отношением подходят к работе эти люди. Наша команда любит не только классно работать, строить бизнес, но и здорово отдыхать. Сегодня у нас тематическая вечеринка, стиляги. Все пришли в очень интересных образах. Подобные вечеринки компания Reflame организовывает для своих сотрудников и партнеров несколько раз в год. Чувствую радость за то, что все круто и всем весело. Я отдыхаю и очень веселюсь. Я чувствую наслаждение, потому что наша компания, она вообще очень крутая. У нас косметика Reflame, так что все отлично. Всех приглашаю к нам, приходите, будьте счастливы. Действительно буря эмоций, прям весь спектр эмоций. И самых положительных, которые можно только испытать. Каждая вечеринка становится все лучше и лучше. Это неповторимее, так сказать. Коллектив компании сильно помолодел за последние годы. Девушек и молодых мужчин примерно в соотношении 50 на 50. Связано это с тем, что для работы в бизнесе открылись новые возможности. Например, проект Ари Бинар, позволяющий работать в интернете. Очень интересная деятельность. Вообще развиваю интернет-магазин. Сейчас это очень актуальное направление. Очень удобно совещать с материнством, потому что, когда ребенок спит, я могу работать. Когда он бодрствует, я могу полностью посвящать время ему, увидеть, как он растет, ничего не проходит мимо меня. Делать нужно довольно простые вещи. Увеличивать товарооборот структуры и приглашать новых партнеров, клиентов в компанию и в проект. Все друг другу готовы помогать. Здесь никогда не бывает конкуренции. Здесь обучают, сопровождают, поддерживают в трудные минуты. Этот бизнес нужно понять, изучить. Тогда в этом бизнесе можно зарабатывать огромные деньги. Молодых людей, безусловно, привлекает то, что компания обладает обширной линией средств по уходу для мужчин. Да и работа в женском коллективе приходится им по нраву. Но главное, проект «Арибинар» позволяет удобно распределять рабочее время, налаживать деловые связи и продвигаться по карьерной лестнице. Для первого шага нет необходимости во вложениях. Стоит сказать, что компания расширяется. Два года назад в Подмосковье, в Ногинске был введен в эксплуатацию самый большой завод «Арифлейм» в мире. В его строительство было вложено 200 миллионов евро. Предприятие будет обеспечивать продукции все страны, в которых компания осуществляет свою бизнес-деятельность. Да и России продукция стала более доступна. На этой встрече гости вечеринки делились планами и просто отдыхали. Всех пришедших ждали подарки, фотосессии, безудержное веселье. В очередной раз молодые интернет-предприниматели из проекта «Арибинар» доказали – кто умеет хорошо работать, тот умеет хорошо отдыхать. На данный момент это все. Следите за новостями на нашем сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья в эту осеннюю погоду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok